вчера еду по дороге после тренировки домой из окна вылетает пакет из окна впереди едущая машина вылетает пакет разрывается естественно разлетается весь мусор такие пластиковые контейнеры еда недоеден и это все то есть и в шоке просто в шоке вот что там в головах у людей вот он едет по дороге нормальная хорошая чистая дорога ножа пожирал там хлоп пакет в окно во первых люди едут вторых но это вообще в кого это все летит мусорит человек гадит и все при этом себе считают умнейшими людьми попал палец в рот никому никого вот попробуйте кого-нибудь что-то сказать но все умнейшие люди все себя считают ну вот круче яйца вот просто все круче яйца ну что ж такое происходит в головах ну что ж вы гадите да где где живете люди зато мы все очень четко наблюдаем там за президентом и четко наблюдаем там за чиновниками и так далее того нам не нравится на политика того неправильно этого порядка нет порядка нет его нет если мы гадим где кушаем если мы писаем в подъездах если мы везде вот где не появились мы везде общественный туалет везде общественный туалет мы говорим порядка нет вы что хотите а уж что хотите уважаемые господа чтобы каждый раз били по голове то есть нужно либо наставить камер вот ну не знаю где на каждом миллиметре до нашего необъятного государства либо каждого по полицейскому то есть чтобы убить по голове сразу бах по голове сразу бах по голове или камера хоп тебе хоп штраф письмо счастья пришло за каждый за каждый за каждый чтобы ты сел а потом начал плакать что как же так вот такие репрессивные методы вот не вздохнуть ничего то есть мы что хотим с вами не пойму какую хотим страну построить мы как жить то хотим как мы детям как внукам своим хотим передать нашу страну о чем вообще думаем что ж творится вокруг вопрос мы свиньи вы понимаете что мы просто мы мы свиньи мы живем как свиньи нам почему мы почему делает так человек который едет и выбрасывает мусор в окно в машине из машины ему наплевать на всех и вот сейчас мы смотрим а это мой все это мы все но за редким исключением кто-то не пакет выбросил а бумажку кто-то едет бычок швырнула как это почти поголовно бычок в окно кому этот бычок летит следующем автомобилю в окно ребенку в глаз каком-то при открытом окне следующего автомобиля кто-нибудь об этом думает кто-нибудь вообще задумается чем не будет люди чем больше я живу тем меньше хочется жить вот чем больше я живу тем меньше хочется жить вот это что за общество такое мы где живем дикари айфоны у каждого ведь накупим айфонов мы обязательно залезем в долги возьмем там кредиты купим айфон мы с айфоном ну что в твоей башке человек с айфоном но погляди ты не в айфон и не на себя через селфи а вообще в душу свою взгляни человек ты дикарь едешь на шикарной машине но ты дикарь от тебя нет ни одного нормального слова мат перемат чего как был бы этот бокование откуда откуда все это пошло откуда возрождается почему мы все время усложняем себе жизнь есть же правила жизни есть же нормальные правила же но не основное правило не делай другим то что не желаешь если сделали тебе но ведь не так это все как бы сложно но ты не хочешь ты дали под запомни кто не хочет что в те подрезали а то вышли застреляли тебе есть там из автомата да или из пистолета ты не хочешь чтобы тебя сильный те тот кто сильнее тебя взял тебе набил рожу просто так потому что он так захотелось но тебе это у них мы не делать это ну мы сидим и рассуждаем нет порядка такое безобразие откуда быть этому порядку человек едущий на машине за рулем орет на пешехода куда дебил пошел он там пешеходный переход ходишь или там идет в развалочку человеку пешеходный переход что быстрей что не может вот он тут идет как тот вот он тут же тут же ставит машину идет там магазин куда-то переходил к ним поступает то мало того вообще в на вопрос идет ключиками вертит и а ты подождешь то есть это мы это же мы живем так мы так с друг другом строим взаимоотношения и и и поэтому я не удивляюсь когда сейчас везде в интернете песни про волков воспевают все нам что волк вот то есть волчим взглядом смотреть на жизнь вот и одинокий волк да вот мы человек человеку волк стал и идите именно волк и мы начинаем восхвалять да мы волки мы не люди уже если волки в стае они высоко организованы все таки в своей стае а так в общем то гордиться нечем волки нападать на бессильный живут просто смотреть поведение читайте героическую так ну просто нападают на слабых райных отсталых и больных животных которые уже выбиваются сил они могут идти за ним долго 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 дома хлопай когда бессилил напали в наглый уже будут они будут наглее подходить тебе каждый раз начнут типа если ты еще шевелишься они еще дождутся своего а потом нападут тот момент когда не будет сдачи не будет поэтому в общем то гордиться нечего но мы друг друга вот так мы поедаем живьем друг друга но зато у нас все виноваты в наших беспорядках виноваты все мне один ходит человек это у меня в подчинение там есть один из подчиненных дворник вот сидит рассуждает как как страной неправильно правит президент что я бы правил страной так а сам мести не умеет по-человечески вот человек который не умеет подметать нормально вот не ракету им надо создавать там да не не там не мерседес бэнс там ремонтировать там супер сложную там электрику да а а вот подметать вот метелка да вот вот территория это да вот участок подмети его сделай благоустроенным этот участок чтобы не людям не мешал и и и и пыль чтобы до небес не взмывалась но и тут не можешь но ты не можешь на своем месте подметать но президент неправильно правит страной я бы правил вот так да не дай бог чтоб ты правил потому что ты подметать не умеешь также и другие это же мы ребята живем это же мы мы нам дают делать там мы работаем на делаем автомобили там корейские немецкие там я не знаю всякие там японские в нашей стране начинаем дел и все и все бренды перестает существовать потому что у нас начинаются вот такие зазоры между там дверьми там или там крышками багажников то есть тоже протекает вода то есть мужа это мы делаем а уж про свой мы молчим просто у нас жигуля например если купить дверь то она не подойдет а к этой модели дверь она не подходит потому что там крепление смещены куда-то получается там дырка одна так другая то есть мы делаем то это у нас вместо рук крюки это у меня вместо башки там мекина и мы возмущаемся на этом это просто вот я вот смотрю просто не удивляет но все ходят посмотреть как смотрим друг на другу всех ходим так взгляд вот такой то есть никто друг другу не улыбится никто не друг другу скажет привет или друг тебе чем помочь кто это не скажет человек будет умирать погибать будем снимать на телефончике никто не поможет никто не значит горячим на машина как у меня я писал в группе своей в контакте мой ученик друг еще один друг все мы учредители нашей нашего клуба стрела если вот они двое бросились спасать вытащили ребенка и папу из машины из горячей то есть в общем то народу было очень много все просто разбежались разошлись соответственно не боялись взрывать и как бы я никого не веню но из общей массы нашлось два человека которые вытащили спасли жизнь двум а там из той машины вытащили трупы чтобы они не сгорели и так мы всегда и мы зато возмущаемся зато мы всегда возмущаемся что кто-то там что-то все неправильно делать но порядок-то на 1 зависит он не зависит от кого-то там никто не прилетит ни на если его сейчас брать это чтобы навести сейчас порядок нужно такого человека который при котором сталин показался в ягненком вот только тогда он наведется просто жик-жик-жик и все и поехали жик и поехали в жик и все не оплатил что-то там две к стенке там намусорил там хоп тебе там 10 лет и так далее так что ли у нас мозгов своих нет или мозгов нет мы чем занят каждый занят своей шкуренкой но зато мы все понимаем как надо устроить страну ну устроишь страну а сам почему-то туда не являешься никем ну большинство людей никто а вот начинаем размышлять вот как бы там если такой умный почему-то там хотя бы там не знаю не создал какой-то там производстве какую-то организацию там которая ты можешь там ну решить вопросы помочь государству почему чтобы помочь государству чтобы помочь своей стране нужно ничего не нужно такой супер героического или там супер ты сам организуй себя вот ты сам себя организую на своем рабочем месте для того чтобы помочь стране себе самому в первую очередь потому что за это зарплату будешь получать то есть нужно просто то что ты делаешь делать хорошо ничего не нужно супер сверх то есть то что ты делаешь делай хорошо если ты дворник то подметить так чтобы я часто как об этом вспоминаю я наблюдал инструктор работал в управлении внутренних дел там напротив ну дома были жилые там дворник убирал я всегда утром смотрел когда на работу приходил я просто наслаждался мастерством дворника именно мастерством я не боюсь такого слова мастерством потому что ни одного лишнего движения все делает человек красиво все чисто не не летят там не листья вверх не пыль там где там нужно проходить мимо и есть испачкаешься следишь в чистом дворник метет то есть это было бы это прекрасно точно так же я наблюдая любил на блю я всегда люблю наблюдать за людьми которые красиво работают люблю наблюдать за токарем у нас дом прекрасный токаре сердце небесное просто ничего лишнего движение тюк 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 раз человек не смотрит делает еще лишнего раз 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 делает шикарно люди в очередь к этим стоят ну что еще нужно водитель следит за машиной а у нас как такси приходит если этому не его машина он и в аренде там или еще что-то или мы там дают он водитель сменный все просто разбивают машину и все она не моя и мы хотим порядок то есть откуда взяться порядок если человек взрослые люди не имеют сознания то есть сознание я человек отличается животным что у него есть сознание я у нас у 90 процентов людей и умеет как живут как свиньи визит нажрались нагадили в резина валялись пошли дальше привыкли к этому привыкли нам хорошо и не понимаем что мы в грязи как вот бомжи они привыкли кого они к своей там к это не замечают что от них понятно так и вот в основном вся масса людей мы воняем своими поступками воняем своими словами своими делами своими мыслями то есть мы от нас смердит а так как так нельзя жить какие порядок но ведите у порядок в голове в душе на ведь в доме у себя если те в доме порядка нет но где и а где он может быть если тебя там ты сидишь у тебя даже в машине порядка нет когда то есть где он может быть или он тебе в машине а дальше тебе наплевать на всех и ты только у себя порядок поддерживаешь внутри а и за этот порядок голову от орешь а сам этот порядок нарушаешь ли друг а почему потому что всем наплевать на всех всем на всех наплевать ребята как так мы живем вот это мы живем как в большом общежитии мы взаимодействуем если всем на всех наплевать то это мы не выжим все законы и правила я часто повторяю об этом уголовном мире факт в обычном гражданском обществе то есть там в армии полиции там в любом учреждении или на каком-то заводе есть свои правила есть инструкции для чего эти правила созданы на дороге есть правила дорожного движения для чего их нужно выполнять для того чтобы мы выжили вот почему у нас 30 от 35 до 45 тысяч в год бьются насмерть на дорогах это ведь цифра больше чем вообще на войне люди погибают потому что люди нарушают правила дорожного движения эти правила дорожного движения не просто написано написано кровью но мы люди поганые да вот мы люди мы таки для меня и не писано правило я хочу хочу то и делаю а вот раньше говорилось у нас в русских раньше сейчас может вы не помните кто помоложе раньше говорилось так дуракам закон не писан посмотрите это народ это не я говорю не я придумываю не я тут там начинаю все чернители обижать и сверстник обижает пытаясь просто достучаться взгляните люди на себя написано говорили раньше дуракам закон не писан и если я а я был водитель 2 класса я работал на грузовой на грузовой машине и вот раньше советское время если кто-то из водителей нарушает правила дорожного движения его в своем коллективе вас на смех выставят на смех скажет и дебил ты чё ты правила дорожного движения ты чё права купил что ли да и ты олень ты чё ты где-то под или машину не так поставил криво да ты чё тебе не научили машину иди отсюда то есть ты был неуважаем среди своих посреди профессионалов неуважаемый человек потому что ничего не умеешь ты своей профессии не умеешь а мы сейчас наоборот гордимся тем что я наплевал на всех поставил в раком все поставил поперек а ты как хочешь там крутись машину выставил за а вы тут ребята объезжайте а я тут встал или там а я встал аварийную кнопочку включил а типа я включил аварийную кнопку и сломался хотя все все знают и понимают автобус пусть тебя объезжает все тут пробка становится а я вот тут стою сейчас там за сигаретами жена пошла или я пошел ребята это вообще понимаете этот ужас это все катится вниз и мы сидим сейчас обеспокоимся сейчас политика выборы кого выбрать губернаторы а кто порядок наведет да никто не наведет порядок и вот на наши поганые душонки придет поганый губернатор придет поганый президент еще хуже будет потому что мы поганцы а меня как-то меньше всего это интересует меня интересует другое интересует как воспитать своих внуков чтобы они были настоящими людьми как их научить поддерживать достоинства и не быть сволочью не стать вот в этой жизни вот эта проблема а для этого нужно быть примером самому для этого родители должны быть примером ему а эти родители мои дети для я до сих пор продолжаю быть отцом и продолжаю как бы направлять не просто пилить а направлять как-то там где-то иногда жестко спрашивать а уж внукам отдавать уже все для того чтобы они были и сильными и умными и благородными они сволочью понимаете а сейчас большинство будет выйти на улицу на детей посмотрите это потому что когда дебильные дети у них дебильные родители при дебильных бабушках и дедушках то есть тут тут понимаешь что это дикость я вот я вот везде выходишь это дикость я ухожу на дикое поле то есть вот такое ощущение что дети сейчас они вот как будто раньше монгол татар вот они ничего никогда не строили они ничего не создавали они ломать сжечь орать кого-то толкать песком в глаза бросаться то есть вот больше ничего при том что родители стоят и умиляются какой мой ребенок шикарный и когда этому ребенку дадут по зубам они сразу побегут в суд ужасно ужасно что где мы живем какой стране таком мире и не выкусил ужасно давайте оглянем как ли оглядимся немножко и заглянем там внутрь себя давайте найдем там в себе достоинство честь